Радиолюбители вот уже 20 лет подряд проводят слёт на зелёной пушке близ Дегтянки. В разные годы участниками слёта становились гости из Мурманска, Питера, Брянска, Рязани, Вологды. Старожилы здесь — это лепчане, пензенцы и, конечно, принимающая сторона — тамбовчане. У отца было, в деревне, допустим, я родился, детекторный приёмник, вы не знаете, что это такое. Там ни ламп нет, ни фига. Один диод стоит — и катушка. И проволока вот так натянута, и слышишь голос Америки, слышишь всё остальное. И наушники. Почему она звучит, вот приёмник, и кто там, человечки, какие движутся, я один приёмник разобрал у отца. За это я получил. Ну, так далее. Потом начал хулиганить. Кустарные передатчики, как их называли шарманки, позволяли транслировать, пусть и недалеко, собственный сигнал, к примеру, записи Высоцкого. При этом нелегалы в эфире нередко создавали помехи официальному радиовещанию и служебной связи. Юные радиохулиганы выросли, обзавелись лицензией, собственным позывным и вошли в многочисленное сообщество — ответственное и общеполезное. Когда в Спитаке землетрясение бабахнуло, там у них связи вообще не было никакой, вообще никакой. То есть работали с аккумуляторов, тогда искусственные почки, там туда-сюда, вот это вот всё шло. Всё это радиолюбители круглыми сутками дежурили у этих, у шарманок. И коллективок очень много работал, вот допустим. Помнишь, заказывали там, искали людей через радиолюбителей. То есть там у них бабахнуло, а там и родственников искали. Это всё было. Радио — это ещё и спорт. Быстрее всех установить связь, обменяться информацией и провести связь снова. Охватить своим сигналом как можно большую территорию за короткий промежуток времени. Радио 2, радио Елена Центр. Роман 2, радио Елена Центр. Радио 2, радио Елена Центр. Ульяна Антон, Четыре Фёдора, Мария Ищука. Так работает УКВ-радиостанция. Связь на коротких волнах позволяет дотянуться не только до другой области, но и до другого континента. Самая дальняя связь, которую я проводил, это с Антарктиды, станция «Восток». У нас там радиолюбитель, он несёт вахту, он выходит в эфир, и мне удалось с ним связаться на коротких волнах. Алексей имеет первую высшую радиолюбительскую категорию. Это даёт ему право пользоваться коротким позывным. А ещё это значит, что Алексей владеет телеграфной азбукой Морзе. Точки и тире в эфире для него звучат как осмысленная речь собеседника. Запомнить значение кода помогает мелодия или напевы. Ты должен как-то в голове прокрутить всё это дело, и с эфира в руку влезает как-то автоматом, но это непонятно. Давайте расшифруем вот у Геннадия позывной. То есть у него звучат как напеву «Ребята, то мягкий знак, идут солдаты, ребята, бей барабан». Вот это всё поётся в голове, а пишется рукой. Радиолюбители – люди разносторонние. Сегодня в программе «Слёта», конечно, не только встречи на ультракоротких волнах, но и, понятные каждому обывателю, вполне приземлённые вещи, такие как прицельная стрельба и спортивная рыбалка. Последняя, кстати, является постоянной традицией «Слёта». И уже 20 лет радиолюбители встречаются на берегу местного пуда. Так, кстати, выглядел самый первый слёт радиолюбителей в Дегтянке. Эти люди могут не знать друг друга в лицо, но помнят наизусть позывные. При обилии заводской техники они с удовольствием мастерят собственные передатчики и ищут друзей по всему миру. Если интернет прекратит существовать, а спутники попадают в море, то коротковолновики всё равно останутся на связи. Павел Ярасов, Илья Тырс и Евгений Мещеряков. Область новостей.